11 чемоданов Рудского или все на борьбу с коррупцией? Загадка генерала Димы или как фальшивка стала документом? Кто кого переборет? Приватизация порта, находки за 120 тысяч долларов. Ну как фальшивка, это нормально. Угроза в Конституции или ответ на Беловежский сговор? Запад нам поможет. Билл Клинтон о России. Агенты ЦРУ на службе у Чубайса. В 93-м году те, кто осуществили Беловежский сговор и провели все последующие действия, они подпадают под статью о государственной измене. Борьба за собственность, кремлевские интриги вокруг красно-коричневых, два взгляда на приватизацию. Что значит соревнования? Это недра. Они по Конституции приезжают на роль. А сейчас кому они трудятся? Из первых уст или за кулисами событий 1993-го в программе «Октябрьская увертюра». Да, это была чудесная, очень драгоценная для нас когда-то конструкция под названием СССР. И 1993 год был моментом окончательного ее разрушения, когда все уже сгорело, все уже развалилось, еще торчат печные трубы. И вот когда и печные трубы начинают рушиться, оставшиеся только на пепелище, это как бы окончательный финал, последние звуки, последние мгновения жизни дома. И вот 1993 год был обрушением этих как распичных труб. Понятно, что было и так все уже уничтожено, но должна была быть поставлена точка в этом уничтожении. А поскольку мы же, в общем, были, как ни странно, довольно верными детьми своей Родины. И это была не самая плохая Родина. Не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Конфуций. Весна 1993-го года в России выдалась ранней и теплой. Народ постепенно просыпался от зимней спячки. Ситуация в стране была напряженной. Люди еще не отошли от шоковой терапии, когда цены на все товары выросли в 3-4 раза. Начались задержки с выплатой пенсий и зарплат. Реформы, обещанные отечественными либералами, не только не двинули страну вперед, они потащили ее вспять. Это был полный провал идеи свободного рынка и демократии. Конец 80-х, начало 90-х годов прошли под знаком массовой иллюзии. Долой коммунистов, даешь рынок и демократию. А что такое рынок и демократия, не понимал никто. Если анализировать вот эти годы, 91-й, 92-й, 93-й, то именно тогда было заложено массовое неприятие даже двух слов рынка демократии. Попробуйте, расскажите кому-нибудь сегодня. Да в 9 случаях из 100 вы рискнете, извините, получить по физиономии за пропаганду рынка и демократии. Слишком уж люди наелись. В это же время в Кремле и в Верховном Совете активно обсуждался проект новой Конституции. Кремлевская команда Ельцина готовила свой проект, а депутаты Верховного Совета свой. На повседневной жизни людей эта работа никак не сказывалась, поэтому ее не замечали. Но кулуарные схватки вокруг будущей Конституции доходили в своей ярости до предела. Естественно, что в этих условиях консолидировались противники Ельцина. Противники Ельцина на съездах народных депутатов Российской Федерации сумели за несколько месяцев провести 300 поправок в Конституцию. Но, во-первых, если у вас за несколько месяцев 300 поправок в Конституцию, Конституции как таковой нет, есть лишь, я бы сказал, такой муляж конституционный. Но в то же время главным изменением, которому удалось прийти депутатам съезда, было следующее. Положение тогдашней Конституции. Съезд народных депутатов может принять к рассмотрению и решению любой вопрос. Любой вопрос. Зачем нам президент? Особенно яростно сражались соратники Ельцина за то, чтобы из будущей Конституции были убраны все упоминания об СССР. Еще не так давно тот же самый Верховный Совет почти единогласно одобрил соглашение в Беловежской пуще. А через два года сторонников преступного сговора почти не осталось. До отмены Конституции и разгрома Верховного Совета в Конституции Российской Федерации сохранялась статья, где было записано, все граждане Российской Федерации и должностные лица должны соблюдать законы Российской Федерации, Конституцию Российской Федерации и законы СССР и Конституцию СССР. Вы представляете, за более чем полтора года, прошедших после Беловежских соглашений, ведь Верховный Совет не имел права ратифицировать. Я ведь, выступая против этой ратификации, говорил, собирайте съезд. Только съезд может вносить такие изменения в Конституцию. Мы боролись за каждую статью. Но вот здесь мы смогли устоять и получить большинство, которое не поддержало Ельцина. А наличие такой статьи в Конституции говорило, что и в 93-м году те, кто осуществили Беловежский сговор и провели все последующие действия, они подпадают под статью о государственной измене. И этого команда Ельцина и тех, кто Шахрай, Бурбулис, они боялись больше всего. Потому что речь шла о политической и уголовной ответственности. Это была одна из причин, по которой Ельцинская компания решилась на разгон Верховного Совета и расстрел Белого дома. Но основным противоречием между Кремлем и парламентом в то время стал вопрос о приватизации государственного имущества. Приватизацию того времени иначе, чем грабительской, не называли. Огромную государственную собственность разворовывали, растаскивали на куски, продавали за бесценок. Простые люди еще не понимали, что на самом деле происходит в стране. Мы восстали против тотального, подчеркиваю, разграбления страны. Мы восстали против умышленного, подчеркиваю, уничтожения страны и ее оборонного промышленного потенциала. Вот что произошло. Мы никак не могли смириться с этой идиотской приватизацией. Понимаете? Ведь дело в том, что вспомните, что людям обещали. Каждому на ваучер по две Волги. А что получили? По две фигуры из трех пальцев, а не по Волге. Это было понятно, что вот эта ваучерная приватизация, ну, может быть, скажем, неграмотному человеку было непонятно. А грамотному человеку было понятно, что это чистейшая вода афера, направленная на разграбление страны. Вот и все. Мы же предлагали альтернативную приватизацию на конкурсной основе, поэтапную. Вообще вопрос о приватизации является ключевым во всей этой вакханалии. Шла борьба за имущество бывшей великой державы. И все, что мы пожинаем сегодня, это отголоски той борьбы. Все наши так называемые олигархи, залоговые аукционы, на которых за копейки продавались заводы и фабрики, в миг ставшие не нашими, наши недра, все это результат победы Гайдара-Чубайсовской команды. Ну, с приватизацией тут вопросов не было. У нас была программа поэтапной приватизации. Я сам проглашал этот тезис. Раньше, чем Ельцин, так и лучше, чем Ельцин, и чем эти Гайдары и прочие так, которые ничего не в этом деле не понимали. Тут вообще вопросов не было. А как же? Конечно, надо было приватизацию осуществлять. Ну, разумно, по этапам. Так вот, с точки зрения анализа каждого этапа, что это дает. Причем определить сферу государственных интересов. Например, я был категорическим противником приватизации сырьевых отраслей. Что значит сырьевые отрасли? Это недра. Они по конституции принадлежат народу. А сейчас кому они принадлежат? А там, мой еще? Ну, вот так. Поэтому я и хотел... Вот нет, друзья, вот здесь вы не можете лезть. То есть точно законодательно закрепить сферы деятельности государства, сферы деятельности частного сектора. На Западе внимательно следили за процессами, происходящими в молодой Российской Республике. Якобы для помощи, а на самом деле для руководства процессом приватизации, были направлены тысячи агентов ЦРУ, внедренные во все властные структуры. Вот как оценивал эту работу президент США Билл Клинтон, выступая на секретном заседании начальников штабов. Мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с советами посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием. Мы получили сырьевой придаток, а не разрушенное атомом государство. За четыре года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 миллиардов, сотни тонн золота, серебра. Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн алюминия, 2000 тонн цезия, бериллия, стронция. Мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америки. Потому что как это могло восприниматься, если в госком имуществе работали штатные сотрудники Центрального разведуправления Соединенных Штатов Америки? Как они могут согласиться с той приватизацией, которую мы предлагали в качестве альтернативы? Им нужна была приватизация, направленная на уничтожение экономического, политического, оборонного потенциала страны. Что, собственно говоря, было и сделано. Вспомните, что досталось Путину после того, когда Ельцин, так сказать, ушел. Ну, вспомните. Сегодня многие забыли это. И вот пытаются пнуть, укусить, оплевать. Вот эта сегодняшняя оппозиция, кстати, большинство в этой оппозиции, и те, кто разрушал страну. Немцов. Немцов. Главный защищен. Поэтому Касьянов. Все они там. Бывшие демократы. Которые, собственно говоря, делали все, чтобы уничтожить страну. Смотрите далее. Красно-коричневая угроза или грандиозный блеф Кремля? И на пост президента я готов был выставить, знаете кого? Вы, наверное, удивитесь, вы, наверное, слышите. Зоркина. Куда исчезли чемоданы Рудского? Коррупционный накат. Вот они с экрана телевидения рассказывали всей стране, какой негодяй вице-президент. В первой части программы. Приватизация. Мать порядка. Битва за собственность. Мы восстали против умышленного, подчеркиваю, уничтожения страны и ее оборонного промышленного потенциала. Вот что произошло. Беловежская отрыжка. Сражение за Конституцию. Мы боролись за каждую статью. Но вот здесь мы смогли устоять и получить большинство, которое не поддержало Ельцина. Еще в 1992 году Россия вступила в Международный валютный фонд – МВФ. Правительство рассчитывало получить крупные займы в твердой валюте для усиления рыночных реформ. Это была последняя надежда либерал-реформаторов. Но МВФ и страны Большой Семерки не торопились предоставлять обещанные займы, ссылаясь на неустойчивую политическую ситуацию в России. Положение в экономике стремительно ухудшалось. Тогда ельцинская команда решила напугать Запад красно-коричневой угрозой. На всех международных встречах, симпозиумах так или иначе муссировалась тема возможности прихода к власти красно-коричневого правительства. Вспомните, как незадолго до этих событий на Международном форуме господин Козырев, тогдашний министр иностранных дел, вышел на трибуну и выступил с жесткой патриотической русской речью. И потом пошел садиться на свое место. Зал был в оцепенении. И он развернулся, вновь вернулся на трибуну и сказал, вот я сейчас сказал вам то, что вы услышите, если победит съезд народных депутатов. Поэтому вы должны понимать, что шутки с демократией в России играть нельзя. Весна и лето 1993-го войдет в новейшую историю, как война компроматов или 11 чемоданов Рудского. В это время основным приемом борьбы между сторонниками Ельцина и сторонниками Хасбулатова были обвинения друг друга в коррупции. Размах воровства превосходил все мыслимые пределы. Ну вот, например, приватизация порта находки за 120 тысяч долларов. Ну как вы думаете, это нормально? Стоит порт находка 120 тысяч долларов? Или стоит 240 тысяч долларов Ачинский длинноземный комбинат? Мощнейший металлургический комбинат? Или 400 тысяч долларов стоит Уралмаш? Поэтому это чистой воды грабеж. Или такой пример, что касается внешних долгов. В залоговый фонд банка в Швейцарию отправляется 20 тонн золота, а прилетает 15. Накладная у меня погрузка 20, накладная сдали 15. Где 5? Ну какие могут быть отношения у президента и вице-президента, если президент поручает заниматься и смотреть, чтобы не находился закон, чтобы не было грабежа, и тут же сам это все поощряет. Началось все с того, что 16 апреля 1993-го вице-президент Александр Рудской выступил с докладом на сессии Верховного Совета, заявив, что у него имеется 11 чемоданов с документами о коррупции среди чиновников в ближайшем окружении Ельцина. Пускается 5 миллионов тонн нефти в обмен на куриные окорочка. Теперь смотрим, сколько стоит 5 миллионов тонн нефти и сколько стоит замороженные куриные окорочка. Ровно в 20-30 раз меньше. Значит, куда разница ушла? И вы думаете, мы натыкались на каких-то там Сидоровых, Петровых, Ивановых, которые на улице? Нет. Это правительство Российской Федерации, это администрация президента. Как бывшие руководители межведомственной комиссии. Ну вот, например, страна получает кредит от Италии, 200 миллионов долларов. Из них 50% кредита идут на закупку уличных часов, которые я пытался найти, так и не нашел. И первое, что произошло, как меня только арестовали, взломали все сейфы в моем кабинете и изъяли документы межведомственной комиссии. Вот так они ушли в небытие. Такого удара Кремль вынести не мог. Как же? Рудской посмел замахнуться на самое святое, на присвоенные чиновниками деньги, причем очень большие деньги. Было решено нанести ответный удар. Группа сторонников Ельцина во главе с адвокатом Макаровым сфабриковала компромат на Рудского. Тогда демократические СМИ преподносили нам все это за чистую монету. Газеты пестрели заголовками о деньгах вице-президента. Быстренько делают коррупционера вице-президента, помните, да? То есть открыты счета в швейцарских банках, переданы в траст в управление недвижимость. И вот с экрана телевидения Макаров сегодня ведет телепередачу, вот такой, знаете, ласковый, нежный. Бывший прокурор, потом небезызвестный Дима, Якубовский, который в Питере грабанул аптеку. То есть не аптеку, а библиотеку, да? Вот они с экрана телевидения рассказывали всей стране, какой негодяй вице-президент. Дмитрий Якубовский, генерал Дима, как его тогда называли. Он действительно мог стать в свои 29 лет генерал-майором. Указ о присвоении звания и назначении его полномочным представителем правоохранительных органов, специальных и информационных служб уже был готов в недрах кремлевской администрации. В то время это была фигура. Так почему, если Якубовский, я с вами согласен, вообще не фигура, то про меня уже больше тысячи статей написано, в каждой десятой из которых полностью ложь, а в остальных, так сказать, частично. Я не знаю, какая я фигура, но я вижу, что если внимание ко мне гораздо больше, чем, допустим, Кобицу и Калюшенко вместе взятым, ну, к их счастью, конечно, а к моему несчастью, да, то вот этим это все и определяется. Политический заказ исходил. Политический заказ исходил. В 1994 году Якубовский был арестован за участие в краже бесценных книг из государственной публичной библиотеки. Стоимость похищенного составляла более 20 миллионов долларов. Но все это будет позже. А в 1993-м Якубовский был срочно вызван из Канады, где он проживал со своей четвертой женой Мариной Крайснер. Сидя в Кремле, он подготовил и представил на суд общественности документы, свидетельствующие о коррупционной деятельности тогдашнего вице-президента Рудского. С каждым годом встает все острее и острее вопрос. Как такое могло быть? То, что было в 1993-м. Как? Кстати, ну вот такой вопрос. Вы уже два с половиной года отрешены, да? От деятельности, скажем, от участия. Не, гораздо больше. Я после 1993-го года, когда приехал, сказал всем, господа, я даже в газете об этом писал, что у меня ретроградная амнезия, такая болезнь. Я все забыл. Оставьте меня в покое. Я работаю скромным адвокатом. Все либеральные средства массовой информации только что и делали, что писали о коррупционере Рудском. Задача была ясной. Очернить Рудского, а значит и Верховный Совет, в глазах общественности. А потом спустя два года, после Лефортова, Скуратов пишет, неуважаемый Александр Владимирович, ничего, просто Рудскому. Следствие номер по такому-то делу завершено. Ваши подписи подделаны. Виновные в подделке ваших подписей не обнаружены. Вот и все. Понимаете? То есть расстреляли, посадили Верховный Совет, опозорили на всю страну, на весь мир и выкинули за борт. Вот и все. В условиях своеобразного двоевластия летом Верховный Совет Российской Федерации приостановил действия президентских указов по приватизации. Несмотря на то, что на референдуме люди небольшим большинством проголосовали за доверие президенту, все понимали, что шансов на победу в будущих выборах у Ельцина нет. И та, и другая сторона готовились к последней, решительной схватке. Это была лишь овертюра к событиям октября 1993 года. Мы хотели провести выборы в марте 1994 года. У нас были уже решения съезда президента и парламента в марте 1994 года. И на пост президента я готов был выставить, знаете кого? Вы, наверное, удивитесь, вы, наверное, слышите. Зоркина. Зоркина я хотел выставить. И думаю, что меня поддержали. Никак не... Рудского. Никак. Вот Зоркина. Раз. Второе. Мы хотели, и я был этим сторонником, жестким сторонником, очень серьезно ограничить полномочия президента как руководителя исполнительной власти. Я считал, что вся исполнительная власть должна соточиться в правительстве, которое отчитывается, назначается парламентом. А президентские функции, они должны быть, скажем, как в Израиле, там, в Германии, там, в других странах, чисто представительски. То есть парламентскую республику. Да, она была у нас. Она фактически была. Ведь Ельцин-то боролся с парламентской республикой. А он все считал, что он там что-то там может, там, ничего он там не мог, ни хрена делать. Вот. Поэтому я хотел просто утвердить, узаконить вот эту парламентскую республику, которая уже существовала на деле. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Английская поговорка. Продолжение следует. Продолжение следует.